Чтобы завершить и подвести итоги этих двух дней, я хочу пригласить к микрофону своего любимого партнера, друга, прекрасного системного человека. Слушал все выступления, анализировал их и сейчас подведет итог. Станислав Орехов, ваши аплодисменты! Дождались этого счастливого момента, наполненной информацией, эмоциями и всем, чем можно быть наполненным. Устали? Как у вас вообще впечатление? Как у вас конференция? Нормально? Готовы чуть-чуть потерпеть меня? Самый главный вывод за этот год, что я всегда всем говорю, что я занимаюсь дизайном более 10 лет. Сегодня посчитал 17, оказывается. 17 лет я в этой теме. Звучит цифра достаточно внушительная. И о чем это говорит? Это говорит о том, что мы, собственно, занимаясь любимой работой, не всегда считаем, сколько у нас времени есть и сколько оно течет. Да, мы занимаемся, но очень важно, я считаю, ну я для себя такое решение точно принял, что каждый год я буду делать что-то еще, что не просто даст мне еще один проект, еще одного интересного клиента, еще какую-то тему, но и делать то, что, в принципе, поможет не только мне, но и своим коллегам. Именно для этого мы организовали и клуб системных дизайнеров, для этого мы делали стандарт профессии, с которым мы начали сегодня. Мы налаживаем энциклопедию, да, трехсторонние отношения клиента, дизайнера и поставщиков. И это, я считаю, очень важно. И мне бы хотелось, чтобы вы тоже с этой конференции взяли частичку опыта других людей и воплотили это у себя и смогли этим тоже делиться. Потому что, по моему глубокому убеждению, мы не являемся ни в коем случае конкурентами вообще. Мы все коллеги работаем в одной теме. И более того, каждый дизайнер уникальный. У каждого из нас в творческой профессии есть своя большая тема, есть своя большое я. И мои главные задачи, опять же, за этот год, я это точно понял, что у меня есть способность и возможность найти в человеке вот это то самое, что его двигает и зажигает вперед. Поэтому смотрите вглубь себя и изучайте в том положении, в котором вы сейчас находитесь. Будь вы начинающие, опытные профессионалы, как вы можете сделать еще небольшой шажок для достижения не сиюминутных даже результатов, а каких-то глобальных стратегических. И сегодня я запишу, наверное, чек-лист по рекомендациям, которые могут быть. Поднимите, пожалуйста, руки. Кто начинающий в профессии? Ко мне очень много людей подходило. Да, спасибо большое. Задавали вопросы. Вопросы это действительно очень важный. Потому что, чтобы понять, что ты хочешь, куда ты хочешь добиться, способов очень много, как мы с вами видели. Есть способы, там, студия, есть студия работы на себя. Есть совершенно разные истории. И важно понять, что мне ближе, что вам ближе. Куда идем? К профессии либо к студии? Здесь нужно четко понимать, куда вы действительно тяготете. Потому что очень важно разделять творчество в составляющие бизнеса. И есть два таких лагеря, два пути. Мы в любом случае, мы можем быть, конечно, где-то посередине, но все равно глубоко у нас в душе будет что-то одно. И я, кстати, не говорю, что это навсегда на всю жизнь. И по себе знаю. Я начинал с творчества, но в процессе, когда творчество уже, я в принципе понял, выстроил и оно заработало, мне стали интересны более другие темы, более глобальные. Поэтому важно не то, что вы выбираете один путь раз и навсегда. Важно то, что этот путь, два пути, они есть у вас в целом. И надо понять, в каком вы сейчас находитесь состоянии, это и развивать. Но никогда не бояться и не стесняться это состояние поменять с одного на другого. Это всегда очень просто сделать, если вы понимаете, в какой стадии вы сейчас находитесь, где мы сейчас работаем. Вторая часть – опыт, внешняя оценка, доработка. Здесь я хотел поговорить о том, что очень часто мы неадекватно себя оцениваем, к сожалению. То есть и вы, и я так все делают. То есть мы, когда на себя смотрим изнутри, мы думаем, что мы хорошие, у нас проекты отличные или еще что-то, что мы отношения с клиентами строим. Это не всегда так. Я всегда за честную обратную связь. Не бойтесь, я очень часто тоже слышу, как меня оценят другие люди. Это большой провал, когда мы выстраиваем свои отношения и понимание себя на основе того, как другие люди о нас подумают. Не важно, как они о нас подумают, плохо, хорошо, мы должны сами понимать, молодцы мы или нет, и трезво себя оценивать. Я не знаю, как к этому научиться, наверное, просто стоит к этому стремиться. Третья большая тема – это упаковка, позиционирование. Упор надо делать на то, как клиенты нас видят, с какой стороны и как. Дальше очень важная техника – это продаж. Продажи – это навык, продажи и переговоры – это очень важная часть нашей работы. Очень важно здесь делать так, чтобы, рассматривая то, что мы предлагаем, видел, что наш продукт – это самое лучшее его решение. Это относит нас к теме комплектации, то, что мы обсуждали. Когда 10%, которые клиент не понимает, за что платит, это не он не понимает или он жадный, это мы не можем донести. И вот такое понимание позиции, что есть ли у нас эта тема или нет, которую мы можем донести, упакована она так, что клиент видит всю ее составляющую, видит все эти 25 пунктов, и что вы это делаете. И вы говорите, вы можете у меня не заказывать, но он будет умолять заказать у вас, это и есть продажи и переговоры. Этому стоит учиться. Я могу точно сказать, это навык, это не врожденное, мы можем его развивать спокойненько. И этот навык относится к личной эффективности, собственно, она заключается в том, что надо его по-любому развивать. Дальше – обучение деловым навыкам, делегирование, копирайтинг и другие навыки. У меня там их около 10 пунктов разных. Планирование, финансовое планирование, юридическая грамотность, бухгалтерская, хотя бы на уровне принципиального понимания. Никто не говорит, что нужно полностью как юристом становиться или бухгалтером, или считать налоги. Абсолютно не обязательно. Но на уровне постановки задачи, умения работать и общаться с другими контрагентами, поставить ТЗ кому угодно. Фотографу, менеджеру, комплектатору, кому угодно из клиентов, из сотрудников, которые у вас есть, или из авторского надзора, из строителей. То есть со всеми уметь общаться именно системно и структурно. Это очень ценится людям. И если вы так научитесь делать, то, собственно, никаких преград нет. Мы можем делать абсолютно любые задачи. А за финансовой грамотностью, ну это естественно, уже говорили об этом. И были примеры у нас по неудачному планированию и пониманию, куда расходуются деньги. И далее обучение бизнесу, понимание своей именно темы дизайна. Хоть мы и заняты творчеством, это тоже очень многих останавливает, что вот я творческий человек. Начинаю общаться с некоторыми дизайнерами. Они говорят, вот это все убьет творчество. Административная часть убьет творчество. Ничего подобного. Она как раз таки помогает отделить творчество от организации. И делать творчески, выкристаллизовать из него самое-самое важное, что есть. Если мы выделим административную часть, то логично, что мы можем ее делегировать. Отдать ее менеджеру. Не брать себе партнера, который типа нами будет управлять. А взять себе просто помощника за небольшие деньги, который будет просто ставить даже не задача, а напоминать. Это очень-очень выгодно. Я начал на свою вообще деятельность именно с того, что первый мой сотрудник, вообще первый, был менеджер проекта. Я тогда не знал ничего ни о делегировании, ни об обучении, вообще ничего, ну ни себя, ни кого-то. Я просто понимал, что я трачу половину времени своего и, соответственно, денег на то, что пересылаю ненужную почту. И вот этот личный помощник, менеджер, по сути, дал рост студии. Многие этого боятся и думают, что это убьет творчество, но это не так абсолютно точно. Начальный капитал тоже тема, которых волнует очень много, новичков особенно почему-то. Сколько мне нужно денег инвестировать? Как мне вот открыть студию? Нужен ли Эльвестер или не нужен? На самом деле бизнес в дизайне, он основан на очень простой вещи, что если у тебя есть клиенты, то у тебя и получится все. Если ты возьмешь один, два, три, пять миллионов, то они у тебя исчезнут, ты их просто не сможешь распорядиться. Почему? Потому что всех этих навыков нет. Эти навыки приобретаются в процессе, в процессе деятельности. Сейчас вы просто их знаете, сфотографировали и вы просто точно понимаете, что они нужны. Дальше есть еще одна тема. Кто-то есть здесь по бизнесу? Кто не дизайнер, он хочет бизнес создать. Есть ли? Поднимите руку. Есть несколько человек. Я кратко расскажу, не буду останавливаться. Просто несколько человек, если будет интересно, подойдите. Скажу, как это сделать. По моим наблюдениям, люди не из дизайна создают самые лучшие компании. Почему? Потому что они не заморочены именно с творчеством. У людей из дизайна, у них получается наиболее креативная и наиболее перспективно развитая компания. То есть условно потенциал больше, но потенциал нужно реализовать. И сложность реализации потенциала заключается в том, что внутри есть очень большие ограничения, связанные с творчеством. Как бы это и плюс, и минус. Люди, которые из бизнеса, которые смотрят на создание студии как бизнес, у них получается есть точное понимание. Есть бизнес и есть творческий человек. Да, мне надо наладить творческое общение с человеком, а дальше мы это все построим. И такие примеры вы тоже видели. Илья Смирнов рассказывал. У него отличная системная последовательность студии. У него получилось, потому что он не заморачивался, что я дизайнер, я вот хочу творить. Поэтому у него получилось это очень быстро. Отследите это в себе. То есть вы спокойно можете, вот последний совет здесь, ну просто фотографируйте, кто из бизнеса. Самый главный совет здесь найти именно партнера сильного арт-директора, то есть сильного дизайнера. И ни в коем случае, это вот была моей ошибкой. Я когда строил разную, получается, структуру по бизнесу, я старался, я пробовал разные методы и менеджеров назначать главными. И главного дизайнера пытался назначать главного специалиста. Это ошибка, ни в коем случае так не надо делать. Не надо думать, что главный специалист, он будет самым лучшим управленцем в вашей студии. Это точно не так. Надо хорошему специалисту просто дать хорошего менеджера. И вот этот тандем в двух людях сработает отлично. Сработает настолько хорошо, что я, допустим, могу в целом не участвовать в процессе. То есть это выход собственника из бизнеса. Или могу участвовать, если я хочу, и какой-то проект мне запал в душу и мне интересен. То есть к чему здесь мы приходим? К тому, что я сам выбираю, участвовать или не участвовать. Руководителя бизнеса такой темы нету, потому что он просто работает и зарабатывает деньги, а люди тоже работают, занимаются творчеством. И четыре роста профессионала. Я думаю, вот это максимально будет полезно всем. Большинству, я думаю, не новичкам. Это люди, по сути, профессионалы, которые находятся в разных ситуациях. Ситуация номер один. Когда я сам работаю, ко мне тоже подходили, консультировались. Вот я работаю, у меня вроде все нормально, но я не могу решиться начать делегировать. Как же так? У меня есть клиенты, у меня есть заказы. Хочу здесь, я много не стал расписывать. Я сейчас просто одну самую главную вещь скажу, которую вы всегда держите в голове. Кто в такой ситуации, кто сейчас один работает, но вот есть, да, но хочет начать делегировать. Многие, многие. Смотрите, сейчас одну простую вещь скажу. Если вы будете развиваться и работать в этой теме, я вам точно скажу, рано или поздно вы придете к тому, что надо делегировать. Абсолютно точно. Нет ни одного успешного дизайнера, ни одного успешного кейса, когда он делает все это сам. Посмотрите на любых звезд, иностранных, неважно каких, у каждого есть как минимум помощник. То, что вы сейчас не делегируете, это окей, мы находимся сейчас в комфортном состоянии, но мы должны четко… Это неплохо, кстати. Это нормально. Мы просто должны себе осознавать, что в данный момент мы не развиваемся, и это отложится еще на один, на два, на три или на пять лет. Мы должны точно себе отдавать в этом отчет, и мы готовы этим пожертвовать. И через пять лет в чем плюс будет? Ну окей, мы наберемся какого-то опыта и уже вот приспичат, потому что нам нужно будет делегировать. А минус в чем? В том, что уже ресурсы будут не те. К сожалению, мы не молодеем, и это действительно так, это правда. Это суровая правда, но так происходит. И мозг наш работает каждый год все хуже, хуже и хуже. Мы уже не можем решать очень просто какие-то задачи, которые в школе решали. Я вот смотрю на детей, которые сейчас учатся, они решают просто такие уравнения, я не могу их решить уже, хотя вроде я как бы и не старый парень. Но они решают такие вещи просто вот очень просто. Мозг очень сильно эластичен и развит, поэтому мои рекомендации я себе в первую очередь даю, потому что я когда начинал, я очень долго сидел на визуализации. Я несколько лет на это убил, хотя мне первый клиент сказал, не надо этим заниматься, просто делегируй. А я говорю, да нет, я же делаю лучше всех, и никто не может делать так качественно и быстро. И меня клиенты заказывают именно из-за этого, и приходят из-за того, что я самый лучший в профессии. Говорят, окей, через два года приходи, мы с тобой поговорим. И через два года я к нему пришел, когда я уже стал обучать людей, я говорю, ты не поверишь, все было так, как вы и сказали. Я взял людей, они уже делают лучше меня и быстрее. А самое главное, что их много, а у меня есть возможность заниматься уже дизайном. Я из визуализации так стал дизайнером, пришел в тему дизайна. Поэтому когда вы отдаете, отпускаете, на самом деле вы не предаете себя и профессию, вы просто двигаетесь дальше и дальше. То есть мы не должны, как бы я-дизайнер. Я считаю, что это окей, но если я-дизайнер, я и технолог, и продавец, и маркетолог, и много-много чего еще. Я теперь и писатель книгу написал, хотя бы, казалось бы, какой я писатель. Моя учительница по-русскому посмеялась, мне троек был всегда. Поэтому относиться к себе как к проекту, как к интересному очень процессу, который происходит у нас в жизни, это очень классно, это очень приятно. Это то, что вот мне нравится, я думаю, многим из вас. Вторая тема – это сам плюс команда, 2-5 человек. Здесь есть две составляющие, тоже подходят люди, говорят, вот что нам делать, на какой стадии я пойду дальше. У кого есть команда фрилансеров 2-5 человек и кто работает сам? Тоже много, знаю, половина таких, да? Отлично. Тема вот в чем, что когда мы так работаем, существует две проблемы всего. Проблема номер один – это если у нас нет клиентов, то есть клиентов мало, команда справляться может, а клиенты не идут. И мы бросаемся изучать Инстаграм, Ютуб или еще что-то, привлечение клиентов. Вторая проблема – когда клиентов много, они идут и все отлично. Но у нас нет структуры управления, собственно, этими людьми. Правильно? Вот две эти составляющие, они, по сути, взаимосвязаны. Откуда они идут? Работа не очень хорошая, либо вас никто не знает, упаковки нет, да, если клиентов нет. Это работа в упаковку. Либо структурно налажено, нет умения делегировать и управлять людьми. Это, скорее всего, работа в хаосе. О чем это говорит? Что нужно изучать системное мышление. И принцип в том, что и то, и то надо. Нет такого, что или то, или то. А еще самая главная часть заключается в том, что и то, и то надо параллельно делать. То есть нельзя все поставить на паузу и сказать, я буду делать одну вещь. И вторую. Можно, но если у вас есть партнер, допустим. А работа с партнером, я здесь ее не затрагиваю, это еще одна большая отдельная проблема. Это тоже надо понимать. Это выстраивание отношений с партнером. И иногда дешевле выучиться самому системному мышлению, чем не привлекать партнера и с ним налаживать взаимоотношения. Не для всех. Кто-то в одну сторону, кто-то во вторую. Сейчас, если вы заметили, я просто даю ответвление. Помните, как в сказках? Налево пойдешь, направо пойдешь. Там коня потеряешь или наоборот там золото тебя будет. Здесь, в принципе, то же самое. Нет идеального способа. Есть очень много альтернатив. И самое важное, чтобы эти альтернативы найти, понимать, кто мы на данный момент. Что нам ближе. То есть понимать собственное я. И когда ты понимаешь собственное я, это очень хорошо. Потому что ты можешь понять, какие у тебя есть ресурсы, какие у тебя есть задачи, какая у тебя цель, конечно, и каким путем тебе идти. И ты принимаешь осознанное решение. Вот в осознанности, в дизайне, мне кажется, это очень важная составляющая, которая в целом должна быть. Третья часть, это уже команда в офисе. Хаос и нишевание. 5-15 человек есть. Студия в хаосе. Кто в хаосе есть? Все супер. Отлично. Эта студия уже отлично работает и все нормально. И кажется, что все будет хорошо. Да, так и будет. Пока не возникнет в какой-то момент проблем. Если они возникнут. Они могут не возникнуть. Проблема в чем здесь? Здесь собственник страдает. Собственник страдает в чем? В том, что нет времени и постоянно нужно личное участие. Согласны, кто руку поднимал? Да, согласны. Это большая реальная проблема. Я в такой ситуации тоже был. У меня было два офиса. У нас было много заказов, много клиентов, но у меня не было свободного времени. Ну то есть вообще. Вроде бы даже я все делегировал, но все время уходило и на поиск клиентов, и на общение с клиентами, и на то, чтобы посмотреть за тем, как команда работает. Это называется хаос. Из этого тоже выхода нет. И это очень опасная ситуация. Она, мне кажется, самая опасная. Почему? Потому что она дает видимость, что я-то молодец, у меня уже есть офис, у меня есть сотрудники, и в целом все как-то крутится, оно идет. Опасность ее заключается в том, что в этой ситуации можно не два-три года находиться, а десятилетиями. И вообще можно понять, что ты из нее не выйдешь уже к концу жизни или к концу творческого пути. И это очень опасно. Сейчас я вам просто об этом говорю. И просто отследите это в себе, если у вас есть это понимание. И есть альтернатива. Это четвертый способ. Это то, к чему. Я когда в себе это, кстати, отследил, я это все рассказываю. Не то, что вам учу, как есть. Эти все пути я проходил. Каждый из этих путей я через боль, страдания проходил, работая в этой теме. Не зная, не понимая, что есть другие варианты. Я сидел на третьей стадии почти лет 10. Ну, то есть очень долго. И вот где-то 5-7 лет назад я принял решение, принципиальное решение, что так больше нельзя. Нужно делать что-то. То есть я устал объяснять людям каждый раз, что делать. Я устал объяснять людям новых, когда берем, как мы работаем, как мы не работаем. Я поступил следующим образом. Я принял волевое решение, что я инвестирую в развитие своей компании деньги. Сколько денег? Сколько понадобится? У меня не было границы. Я понимаю, что я буду инвестировать, пока у меня не получится результат. Я уже был парень умный, посмотрел, как это работает. Посмотрел примерно составляющие, думаю, окей, мы будем… Не было, я хотел купить эту методику. Думаю, как в Макдональдсе сейчас куплю у кого-нибудь. Ага, я изучил вообще все. Этого не существует. Никто вам не напишет, как надо. Почему? По одной простой причине. Потому что как надо, нет правильного способа. Есть общие тенденции, как и что должно быть. Но везде есть очень много деталей. Пришлось в этом всем разбираться, как я сделал. Я сейчас расскажу свой способ. Если у вас будет желание повторить, можете повторить. Можно поступить следующим способом, который у вас будет. Любой. Я делал так. Мы взяли… Я просто у меня работал человек 10, наверное, в компании. Я сказал, что четверг у нас будет днем документов. Мы будем в четверг встречаться и обсуждать, как мы должны работать. Каждый день. Я это инвестировал. Я это делал на протяжении года. И я истратил на создание студии 6,5 миллионов. У меня все подсчитано. То есть это те деньги, которые я инвестировал, чтобы это все заработал. Это не пробы и ошибки, чтобы вы понимали. Это я уже знал, что делать. И я просто делал. Это физическое время. И я считаю, что это было одним из самых удачных инвестирований в моей жизни. Потому что эта штука, помимо всего прочего, она открыла вообще мир, большой другой мир. Я стал системным человеком. Я из дизайнера через этот процесс, через год обучения за свои же деньги с сотрудниками. Мне пришлось стать системным, потому что мне пришлось объяснить людям, как это делается. Конечно, всю команду мы сменили, естественно, которая была. Остался один человек. Но это хорошо, потому что пришли другие люди, которые как раз-таки работают так, как все. Должны работать на самом деле. Это очень классная штука, которой, в принципе, я горжусь тем, что удалось построить такую систему не только у себя, но и у многих ребят, может быть, не полностью, но хотя бы частично внедрить, кто в том числе и выступал, там, пять человек на этой сцене. Они сейчас все проходят ту же самую трансформацию. И я считаю, что если они дожмут эту тему, она не может не сработать. Это как дизайн. Планировка, если она есть, она не может быть не построена. Вот она готова. Там есть все абсолютно. Поэтому четвертый путь развития – это когда вы уже выходите из оперативного управления и туда уже с новыми навыками, которые у нас получились. Навыки личной эффективности, навык систематизации, делегирования. Мы можем спокойно, как пирожки, открывать любые направления. Я могу открыть цех производства, я могу открыть вот книгу, я делаю точно так же система. То есть, по сути, я меняю просто отдел производства, дизайн отдела, все остальное оставляю. Меняю эту структуру на все остальное. Это очень сильно расширяет возможности. Потому что я становлюсь как бы человеком, который может многое, очень много. И на консультациях, и по созданию именно материалов, которые помогают людям. Как перейти на следующий этап? Несколько рекомендаций. Не буду долго останавливаться. То есть, первое – это осознание. Второе – перестройка мышления вашего, моего. Мозг будет противиться этим темам. С ним надо бороться, реально надо бороться. Ну, то есть, надо. Можно бороться самому, можно работать в команде. Готовность отказаться от сьюмента, прибыли, инвестируя время и деньги в будущее. Готовность меняться, рисковать и действовать прямо сейчас. Надо это решение прямо сейчас принять, и оно должно заработать. И знать, что именно делать. Четкий план. Его в целом примерно я вам дал. Плюс вы можете его свой построить. И умение быстро найти, проанализировать и исправлять ошибки. То есть, готовность, короче, работать и инвестировать туда время, деньги и энергию. Вот эти три вещи. Если такой готовности нет, в принципе, начинать не надо. Потому что любое начало – это будет мучением. То есть, нужно осознанно принципиальное решение принять. Будут проблемы на этом пути, у меня были такие. Зона комфорта, особенно на третьей стадии, когда вроде все окей. Я еще молодой, и ребята мои задорные, и все нормально, и все получается. И мы вообще молодцы. Когда вот все мы молодцы, но не системно, это очень большая проблема. Потому что она скрытая. Дальше. Мелкая жадность. Это была моя, вот как я вам рассказывал, два года на визуализации. Там пять лет я на визуализации сидел. Зачем? Зачем я это делал? Непонятно. Когда уже технологию отточил, прям идеально. Я мог очень быстро делать все. Непонятно. Еще отмазка. Я самый умный. Типа все сейчас рассказывают, но я-то знаю, как надо. У меня-то другие проблемы. У меня-то другая ситуация. Это всегда есть, и до сих пор в обне и в себе это отслеживаю. И когда я это отслеживаю, когда где-то нахожу на мероприятия, тоже очень часто хожу обучаться и стараюсь больше, стараюсь все посетить, что можно. Из каждого выступления, то, что я вам говорил, записывайте. Это не просто так, типа, чтобы вы записывали, а это реально нужно. Из каждого выступления вытащить, что нужно. То есть я не самый умный. Сейчас я самое глупое считаю. Я у каждого учусь и у каждого подпитываюсь энергией именно того, как это может быть. Будьте такими же. Проблема роста сотрудники клиента. Это то, когда мы делаем либо сотрудников, либо клиентов повышаем. У нас получается, ну, как бы, это надо параллельно делать. И то, и то. Нельзя одно что-то там, как говорят, вот догоните лидов, а потом либо продайте, а потом будет понятно, что делать. Нет. Ты провалишься, и тебе будет очень-очень обидно от этого. Или наоборот, сотрудников набрал, систему сделал, а клиентов нет. Не работает. Все вместе. Это как бы, если бы все было легко, да, у всех бы было все идеально. Но жизнь, она другая. Может быть, это и благо, я даже думаю. И самое последнее, самое важное, это перестройка мозга. Все, что я рассказываю, и то, что я сейчас могу говорить, и то, что я могу говорить в целом, как бы без бумажки, без подготовки, говорит о структурном мышлении. Структурное мышление заключается в том, что когда вы знаете, что вы хотите донести той аудитории, которую вы хотите донести, умеете ее быстро делить, умеете понимать, что здесь новички, тут профессионалы, тут суперпрофессионалы. Те со студией, те с бизнесом. И я понимаю, знаю проблемы каждого из вас, потому что я сам был. Это не обязательно, чтобы я сам был такой. Я могу изучить это все по технологии. Есть технологии изучения клиента, изучения аватара клиента, изучения страхов, желаний, возражений. Все эти вещи, это не какое-то волшебство. Это все технологии. Да, им надо учиться. Но мозг разогнанный, мозг, который каждый день делает что-то новое и необычное, там помимо стандартных планировок, а еще что-то новое. У меня ритуал такой есть, что каждый день у меня обязательно что-то новое я должен узнать. Обязательно узнать, обучить, продать. Там 10 пунктов у меня есть. И эта тема, она, собственно, работает. И мозг разгоняется. Мозг разгоняется очень быстро. И мы можем на лету буквально быть максимально полезны не только себе, но и всем находящимся. И тогда от нас становится такое ощущение, что этот человек знает, что делает. Этот человек, наверное, может мне помочь. Я сам по себе никому не интересен. Интересно то, насколько я могу повлиять на вашу жизнь как-то. И как-то помочь вам в решении каких-то вопросов. Вот это ценно. Никакие там планировки делаю или визуализации. Ни одной картинки не показал. Какая разница. Важно, как я смогу или не смогу помочь вам заработать больше денег, сэкономить нервы, время или что-то с этим связанное. Вот это понимание, оно, конечно, нужно. Список задач, которые потребуются. Это must have. Без этого, ну, то есть топ не работает никак. Концепция – это понимание, куда мы идем. Да, сфотографируйте. Услуги – это разработка услуг. Что вы делаете? А самое главное, что вы не делаете. Вот это самое важное. Потому что мы делаем и то, и то, и то, и вообще можем всякое десятое. Нет, самое главное – убрать то, что мы не делаем. Третье – это упаковка. Критически важно. Что такое упаковка? Это умение показать, что мы делаем в мире клиента, как он это видит. Четвертое – продажи. Искусство продаж и искусство переговоров. Очень просто, если понимать суть. Есть очень много книжек, много разных деталей, как это делать. Но в целом надо понять одну простую выгоду. Если ты хочешь прагматично человеку продать, то ты показываешь ему сверхвыгоду, а потом говоришь, ты хочешь эту сверхвыгоду? Любую. Говорит, да, хочу. Он говорит, я знаю, как это делать, и вот как мы это делали. И показываешь ему пошагово. Человек умный, смышленный, с другим вам работать и не стоит. Он скажет, да, мне это интересно, давай подробности. И тут уже возникают только переговоры. В целом это простая модель, это и есть вся модель продаж. По сути, без продаж. Продаж тебе не нужен никаких. Ты просто говоришь, смотри, со мной ты сэкономишь время, деньги, получишь отношения. Все. Сотрудники, работа с сотрудниками – это тоже такая большая боль. Надо понимать, что людей мотивирует. Творческих людей особенно. Что у них есть желания, у них есть страхи, возражения какие-то свои. У них есть своя жизнь. И их задачи и цели не всегда, а зачастую всегда не совпадают с нашими. То есть это мы хотим крепкую компанию с сотрудниками, всеми остальными. А ему тупо за ипотеку надо платить. Поэтому или наоборот, ему неважно, у него есть квартира, ему неважно где жить. Он хочет работать, вернее наоборот, он хочет работать только с качественными проектами, ему все равно где жить. То есть мы должны отслеживать это. И по сути тут, когда мы принимаем на работу сотрудника, мы должны смотреть на внутренние его организации. Как это научиться? Это психология по сути. Психология понимания людей. Она идет частично из продаж. То есть просто мы изучаем не клиентов, мы изучаем сотрудников, но относимся к ним как к клиентам. У кого проблемы есть с наймом хороших сотрудников? Есть ли такие? У многих. Почему? Потому что вакансии нужно продавать. Лайфхак. Мы пишем вакансию такую, что человек такой видит. Да, эта компания вообще, она заботится обо всем, что мне нужно. И я буду просто идиотом, если сейчас не отправлю резюме. Даже если я работаю уже в суперкомпании на хорошей работе. А написание такого резюме – это тоже понимание, это навык продаж. Тоже, по сути, каждую часть надо продавать. За счет этого мы создаем большое количество желающих. А потом мы уже говорим, а почему ты считаешь, что ты, как бы, почему мы должны выбрать тебя? И уже оказывается не мы его уговариваем работать, а он рассказывает, почему он самый лучший перспективный кандидат. То есть это тоже получается приговор. Вот этой технике тоже учиться надо, тогда сотрудники будут сами с удовольствием приходить к вам. И даже платить вам деньги за то, чтобы постажироваться у вас. И это крутая тема. Документы рассказывал, автоматизация. В общем, все, чтобы это работало, еще прикольно, чтобы это было автоматизировано. Современные автоматизации и системы, которые CRM, Bittrex и все остальные, они позволяют, по сути, убрать менеджерский состав и прослойку. И нашу рентабельность очень сильно повысить. Это обязательно нужно делать. Все, что можно автоматизировать, нужно автоматизировать. Убрать людей, убрать прослойки. Таким образом, мы оставляем только самую эффективную часть. Самая эффективная часть заключается в людях и в механизмах работы, чтобы никто не отклонялся. И мы ее проектируем, ставим туда ответственных порядочных исполнителей, и они сами работают. Вам не надо их мотивировать. Не надо брать на работу людей, я считаю, которых надо мотивировать. Они должны сами зажигаться. Вот это прям ключ. Если понимаете это или поймете, или сделаете, это прям очень сильно взорвет вообще все. И такие люди есть. В удаленном формате их можно найти. Дальше идет масштабирование. Это другие темы, другие рынки. Личная эффективность, то, что я рассказывал. Личный бренд, мы сейчас не поговорим, но это еще одна тема по продажам. Когда ты можешь построить свой личный бренд, и у тебя есть возможность влиять на сотни людей, даже с которыми ты не работал. Это типа сарафанного веб-радио, но только бесплатное и масштабное. В 10-100 тысяч раз больше. Последняя часть – это административное дело. Это то, что я говорил. Надо все это регламентировать, документировать. Офис, юридический момент. Все прописать один раз и актуализировать раз в год. Мы так делаем. Итого мы приходим к тому, что свой путь зависит от текущего состояния и задачи. Этот путь, он будет… То есть вы понимаете, что это все нужно делать, но что нужно делать каждому из вас, это задача такая достаточно нитриабиальная. Вы должны ее сами для себя решить. И решается она достаточно просто. Мы взвешиваем, что мы хотим, что для нас важное. Прагматические цели, социальные цели, эмоциональные. Всего три самых главных базовых цели, которые у нас есть. Деньги, насколько нам важны, отношения, творчество, что мы хотим делать. Прописываем себе на сколько процентов. Там есть 10 пунктов в целом, но мы можем и к этим трем просто для упрощения. И успех в профессии, опять же, и жизни, который у меня сейчас сложился, как мне кажется, что чуть-чуть начинаю разбираться в этом, что по сути надо знать варианты развития. Какой путь может быть, сейчас я вам его рассказал, достаточно быстро. И вам надо понимать, какой он есть. И мне надо, кстати, тоже понимать. Знать свое положение, это вторая часть. Что мы хотим? Работа в личном плане и в работе. Насколько модифицированы для этого пути на данный момент. Если еще дизайн у нас слабенький, объективно, надо подучиться. Если продажи у нас слабенькие, надо подучиться. Если выступать мы не умеем, надо подучиться. Любую тему мы можем подучиться. Есть профессионалы, мы можем и должны это подучить. И вот это, собственно, работа и личная. И личная часть – это то, что касается личной эффективности. Знать цель, понимание пути и личных навыков. Вот, в принципе, наверное, и все. Спасибо. Спасибо большое. Я думаю, да, парочку. Если есть вопросы, я готов ответить. Парочку можем. Я сейчас пока быстро, еще буквально будет, наверное, две минуты, показать вам практически, как это работает штука. Что мы сделали в итоге. Станислав, можно вопрос? Да, где вы? Виктор. А, Витя, привет. Да. Я знаю, что ты готовишь приложение. А, ну вот, да, это вот следующая часть. Окей. Да, вот хотелось бы, чтобы ты его рассказал на нем. Спасибо, да. Это когда мы считаем деньги и время. Сейчас, Витя, расскажу. Это вот вторая часть, и буквально две минуты этому посвящу. Суть заключается в том, что, чтобы всем управлять студией удаленно, и чтобы вообще работать и понимать, у нас будет приложение, которое я сейчас хочу анонсировать, и скоро оно будет выпущено, и вы сможете в нем тоже поучаствовать. Это я сделал для своей компании его и для всех, кому будет интересно участвовать. Можно еще вопрос? Станислав, спасибо за ваше блистательное выступление. Вы в нем упомянули по поводу некого клуба системных дизайнеров. А можете поподробнее рассказать? Да, конечно. Мы сейчас работаем над темой, как я и рассказывал. То есть многие, кто здесь присутствует, в том числе, кто заполнял и участвует в стандарте профессии, все оттуда пошло, вы видели, я в первый день рассказывал. Задача какая? Задача, чтобы от хаоса, собственно, перейти в систему и сделать это единственным верным и пониманием решения. Соответственно, что мы делаем в практическом плане? У нас есть группы, с которыми мы работаем. Я веду обучение уже достаточно много по разным темам, по комплектации, по дизайну, по созданию студии. И сейчас есть наиболее активные ребята, которые тоже здесь присутствуют и выступали. Мы с ними придумали вместе, что надо создавать именно клуб системных дизайнеров. Заключаться он будет в следующем, что в клубе системных дизайнеров мы будем распространять все то, что мы делаем, все наши наработки и делиться между коллегами, чтобы не просто послушать, каждый потом поехал к себе делать, а именно встречаться, обсуждать и каждый специалист в своем. То есть кто-то в планировках хорош, кто-то в личной эффективности, кто-то в административной части, кто-то в финансах хорошо считает. И вместе, по сути, мы сможем, понимая общую задачу, это делать. Плюс еще одна из самых важных вещей, то, что с Ильей Смирновым, допустим, мы обсуждали, то, что у тех людей, у кого есть избытки с заказом, помните тему, когда у кого-то избыток заказа, а у кого-то недостаток сотрудников. И мы можем объединять. Это очень просто делать. У кого избыток, просто на аутсорс дает тем людям, и он не гадает, хороший это специалист или нет. Он уже соответствует стандарту профессии, он уже знает, как он работает, и он уже знает, что он не подведет, потому что это все в общей базе. Мы делаем, собственно, сейчас, разрабатываем такую инфраструктуру. Кому интересно в такой штуке поучаствовать? Ну да, я вижу. Я уже это обсуждал, спасибо тоже за вопрос. Все, кто держали и заполнили стандарт профессии, это, собственно, та тема, с которой все начинается. С этого я тоже начинал, она заключается в том, что мы не просто, собственно, рассказываем, тут и ходим, умничаем, мы переходим к практическим частям. К практической части тогда я, наверное, перейду еще, быстро покажу, как это в жизни работает. Самая важная часть, одна из основных частей, это финансовая модель. Что такое финансовая модель? Вот мы для этого придумали тему тайммайнинг, она называется. Все работы мы так или иначе связываем, переводим на не ежемесячную оплату или проектную, а по сути ко времени привязываем все, и я, и мою работу. Моя работа как арт-директора стоит 500 рублей в час. Работа, допустим, дизайнера, который делает планировку, стоит 300 рублей в час. У нас работа тарифицированная. Вы можете любой, кстати, тариф поставить, какой считаете нужным. И человеку можно присвоить свою сетку, свою ставку. И за счет этого мы просто можем понимать, сколько человек работает на объекте и каким образом считаются его часы, сколько считается его эффективность и какая у него получается бонусная часть. И получается, что не мы ему уже бонусы начисляем, а ему начисляет система. То есть он уже сам понимает, он видит, как он работает. Более того, в системе он может видеть других людей, может понять свое место в структуре, то есть насколько он новичок или профессионал. А потом он говорит, ну я почему-то получаю мало, 30 тысяч, я хочу 100 получать, что мне сделать? Ему система подсказывает, тебе надо выучить это, это, это и делать на таком-то уровне по сроку, вот по такому. Он говорит, я это не умею, ну это твои проблемы, потому что вот этот Маша, Петя, Вася, они так умеют. И вот их данные. То есть по сути это та система, которая позволяет автоматически мотивировать людей. Выглядит она следующим образом, да, человек входит. Мы это разработали до своей студии, как раз вот с ребятами из клуба системных дизайнеров. Она будет скоро представлена, то есть у меня сейчас она на тесте, и я смогу дать вам демо доступ, возможно вы тоже заходите участвовать. Суть в следующем. У нас есть финансовая модель, мы ее задаем. 50% я отдаю всем сотрудникам, плюс 20%, если они не выходят из определенной суммы. Дальше бонусы, я нажимаю галочку распространять, чтобы система автоматически начисляла. Ставки по специалистам, вот у меня здесь, по стандарту профессии. Понимаете ли, что стандарт профессии нужен? То есть я здесь прописываю, какую должность он выполняет на данный момент. Я назначаю по должностям, это наша настройка финансовой модели. Дальше специалисты, ну вот тут есть несколько специалистов, мы назначили им темы. Завели в кабинетик. Дальше у нас есть, ну вот собственно Алексей Чернов, есть некие ставки, которые мы назначили, и проекты, в которые он участвует. Все, нажали, окей. Следующая часть, заводим проект, такой-то. Пишем бюджет, это бюджет, сколько заплатил клиент по договору. То есть сколько у нас физически уже мы пришли денег. Все, продолжить нажимаем. Дальше мы пишем стадии. ТЗ, прототипирование, либо ТЗ, это манкета. В общем прописываем. И если захотим, разделяем деньги. Если не захотим, не делим. Сколько мы физически получили. Следующая часть, мы получаем этапы и задачи проекта. У нас есть проектирование, ТЗ, согласование с клиентом, копирайтинг, отрисовка схемы. В общем мы все прописываем, как это будет выглядеть. И назначаем уже тех людей, которые туда назначены. Бюджет у нас тот же 15 тысяч. И мы здесь уже можем его разделить. Дальше мы видим в проектах вообще все проекты. Ну вот допустим условные такие. Мы видим сколько клиент нам заплатил, сколько мы уже истратили. И здесь вот мы в минус пошли. Мы тут же это видим в реальном времени на телефоне. То есть менеджер по сути или руководитель студии в реальном времени видит сколько человек отработало, сколько осталось денег. Исходя из того бюджета, исходя из той пропорциональной задачи, которую они истратили. И в финале мы видим в реальном времени вот такой момент. Это итоговая тема по всему проекту. Это срез всех сотрудников и всех данных, которые у нас есть. И того мы видим, что у нас прибыль 60 тысяч рублей на данный момент и рентабельность 60% допустим. То есть мы не уйдем в минус так никогда, потому что мы тут же все видим. И все это делается за счет чего? Мы делегируем подсчет времени на сотрудников. То есть они сами его считают и скидывают нам. Возникает вопрос, они обманут ли они? Нет, не обманут, потому что им физически невыгодно обманывать. Почему? Тоже частый вопрос. Потому что им выгоднее сделать проект в рентабельности 50%. Понимаете о чем я? Тогда они получат 20% бонуса. И вот эти 20% бонуса это автоматическая мотивация. И вам не нужно за кем следить. Они сами будут стараться делать быстрее. Понятная история? Ключевое это считать время всегда везде и во всем. Сейчас у меня, чтобы посчитать мое время, у меня есть менеджер Ксения, которая меня каждый день спрашивает. Уважаемый арт-директор либо дизайнер, сколько ты истратил денег на эту операцию сегодня? То есть я ей записываю. Она это вручную в Excel вбивает. Мы на это тратим 300 тысяч в год. Просто тупой задачей. То есть мы посчитали, сколько мы тратим. И мы поняли, что нам выгоднее один раз за 300 тысяч сделать приложение, чем 300 тысяч в год тратить. Это просто экономика, которая работает. Интересна вам такая тема? Кто захочет попробовать, очень скоро я тестирую и дам возможность попробовать вам. Спасибо большое. Спасибо большое. Станислав Орехов. Самый системный из системных. Тебе тоже подарок. Да, и он наконец-то, его в прошлом году не хватило. Всем прям очень классно было. Спасибо, друзья. Спасибо. Спасибо.